Рабочую группу для решения кадрового вопроса в медицине создали в конце прошлого года. Анализируя проблему, участники рабочей группы пришли к выводу, сосредоточить усилия следует не столько на привлечении, сколько на сохранении специалистов в отрасли. Ведь проблема в том, что увольняются из наших больниц практически столько же, сколько и приходят. Одна из причин увольнения – уровень зарплаты. Это важный, но и далеко не единственный критерий. Одним из главных аргументов при определении места работы является жилье. В связи с этим специалисты предлагают внести изменения в действующую ипотечную программу для медиков, увеличить размер компенсируемого государством первоначального взноса с 500 до 700 тысяч рублей. Еще одно предложение – перевод в статус жилых тех помещений, которые есть у медицинских организаций. Такие помещения есть, это отдельно стоящие корпуса, здания, особенно в районах есть такие возможности. И на самом деле уже такая практика есть по другим департаментам, когда нежилой фонд после реконструкции, после дополнительных вложений переводили успешно в жилой фонд. Таким образом, у области появлялся свой жилой фонд для привлечения специалистов. Также члены рабочей группы предложили увеличить подъемные для медиков. В первичном звене – с 300 до 500 тысяч рублей. Впрочем, врачам – со 100 до 300 тысяч рублей. Одновременно с этим специалисты говорят о необходимости поднять возрастную планку для пользователей этой меры соцподдержки до 50 лет. Сейчас она действует до 35. А вот выплаты, которые полагаются медикам за трудоустройство в крупных городах, рабочая группа предложила дифференцировать. Во Владимире они будут несколько ниже, чем в Коврове, Муроме, Гусь-Хрустальном или Александрове. А еще участники рабочей группы обратили внимание на недостаточную информационную рекламную кампанию, которой активно пользуется та же Москва для привлечения кадров. Что там грехотать? Мы у нас в Владимирской области видели баннеры, которые приглашают сотрудников здравоохранения работать в учреждениях здравоохранения в соседнем регионе с нами, в Москве, в Московской области. Там большая зарплата, большой социальный пакет и так далее. Мы в нашем регионе этим, на мой взгляд, не скажу, что совсем не занимаемся, но точно некачественно занимаемся, недостаточно качественно. И одно из предложений рабочей группы, которая поддержала, о том, чтобы разработать компанию рекламно-информационную, и не только разработать, а запустить. По предварительным расчетам, предложенные меры по привлечению и сохранению медицинских кадров в регионе обойдутся бюджету от 40 до 50 миллионов рублей. В ближайшие дни рекомендации лягут на стол в рио губернатора. При этом рабочая группа продолжит работу. Специалисты будут решать вопросы более долгосрочной перспективы. Продолжение следует...